У всего пятого этажа в доме на Петра Сухова, 58, текут потолки в каждой комнате и даже на балконах. Этой зимой и весной особенно сильно. Картина повторяется каждый год. При этом госинспекции еще нужно доказать, что потолки дырявые. Как весна, так у меня промокает эта стенка. Они говорят, не может быть. А у меня прям вот тоже куски там вот отваливаются все. И я все-таки наняла женщину, заплатила ей. Она мне там все поободрала, по новой все зашпаклевала, замазала, чтобы им доказать, что действительно промокает. Ну промокает. Как промокала, так промокает. Капитального ремонта в доме не было 58 лет. За это время в нем износились все коммуникации. В начале марта прорвало отопительные трубы и этажи залило кипятком. Подвалы топят канализационными отходами. Крыша держится на честном слове, говорят собственники. Я сама на чердак лазила. Представьте, в таком возрасте, мне 70 лет. Я туда забиралась и смотрела. Там эта кровля, как решето. Вот как решето. Буквально там живого места нет. Еще в 2013 году суд постановил провести капремонт за счет городского бюджета. При этом в ЖЭУ жители предупредили, что с них будут вычитывать дополнительные деньги за возмещение расходов на работы. О постановке дома на очередь фонд капитального ремонта речи при этом не идет. Несмотря на то, что жители дома, в принципе, не против платить из своего кармана для того, чтобы им сделали капитальный ремонт, в список этот дом попасть не может, поскольку в нем есть много должников и общая сумма долгов составляет более 500 тысяч рублей. Помимо этого, если суд установил исполнителем городскую администрацию, именно она и должна выполнить работы. При этом задолженности собственников по счетам не могут стать причиной постоянных отсрочек. Для юристов это повод усомниться в законности действия администрации и приставов. Необходимо, во-первых, проверить, насколько правильный, насколько законно исполняют действия судебные приставы по принуждению администрации к выполнению решения суда. Собственники не обязаны ни в коем случае не должны делать за свой счет ремонт данной ситуации, так как именно администрация имеет данную обязанность. Если собственники, получается, сделают данный ремонт, то они исполнят решение суда за администрацию. То есть отчисления собственники имеют право не платить, но они могут сделать ремонт за свой счет, а после через суд возместить эту сумму у городского комитета по ЖКХ. Мы направили запрос в администрацию Барнаула и службу судебных приставов. Тему продолжим в следующих выпусках. А пока юристы советуют жителям дома обратиться в прокуратуру и нанять грамотного адвоката, чтобы перепроверить правомерность требований к жильцам и многолетних отсрочек ремонта. Полина Жданова, Андрей Печоркин, Алексей Фризин. День с толком.